Лариса Гузеева Лариса Гузеева Лариса Гузеева Лариса Гузеева Лариса Гузеева Ему было 14 лет, он мне первый гороскоп создал Ну что, сбылось? Нет Лариса, вы будете жить вечно Правда, спасибо Это самое лучшее, что я в свою... Вы знаете, после «Беспреданец» Вы чудесно сыграли в «Моросейке-12» Спасибо А какая вы были в антрепризе «Пять вечеров» лучше Людмилы Гурченко Я плакал на антрепризе Спасибо вам большое Он такой же разговорчивый, как я Все ваши интересы разделены Ну выйдем, посмотрим Вы знаете, все говорят, она надевает массу хамки Я говорю, Ларису не трогайте Она столько пережила Она с последним мужем дружила с детства А он и старатор Да, ну я, конечно, бываю хамкой Но мы красавицы Лариса сегодня необыкновенная Лариса, ты прелесть моя Дай руку Дай руку, на Детка, на А можно мне? Нет, ты потом Почему ты все мимо меня уходишь? Да подождите, Лариса Давай тот средний палец на левую На левую У него вон сколько всего Это хорошо, Лариса А мне? Это черный гранат Боже А тебе надо, чтобы давление не перло Послушайте, у вас столько красивых всяких штучек, дрючек Прям не знаю с чего начать Это Сваровского Каждая кукла, накопленная мною за долгие годы Имеет свой кристалл Сваровского Я это надел, чтобы вы не думали, что я ля-ля, тю-тю Да, или чтобы вы не думали, что вы бедны, не дай бог, правильно? Ну конечно, я ем с фарфоровых тарелок, с лошадных фарфоров Сваровского и Фаберже И там росписи вот этого, который Маяковский А еще и плюс 12 мобильных телефонов Ну и что? А это, чтобы меня никто не нашел А ты делал видео, посмотрим Давайте В фарфоровых куклах есть своя магия Они все разные Они вот такие удивительные Сейчас я вам покажу Мишу Он, правда, в коробочке живет Потому что совершенно новый Современный И еще такие есть Но самое интересное Самое интересное Это Вот они Вот они Мои удивительные клоуны Ой, клоуны, не разбить бы чего Есть очень большой Который когда-то был В руках самого Юрия Васильевича Никурина Да-да, вы не думайте Это не значит, что он куда-то делся Вы только вглядитесь Сколько в этом трогательности Федор, дорогой мой Вы такой веселый Вы такой жизнерадостный Жизнелюбивый Зачем вам жениться? И я хочу Найти жену Объясните мне Вот она придет к вам в ваш дом И устроит вам раскардаш В куклы ее будут играть дети и внуки Они перебьют вам ваши куклы Представляете, придет твой внук Макси Да, я представляю уже с этими игрушками Он спросит разрешение Зачем вам жениться? Да ну их этих баб Лариса Что хорошего? Программа называется Давай поженимся И что теперь? Я конкретно хочу жениться А я некоторым говорю Давайте начнем с вас А некоторым я говорю А давайте вы не будете жениться Вам зачем? Зачем? А для коллекции Раз пришел сюда Значит есть какие-то надежды Планы, мечты Одна спилась Вашим элитным алкоголем И это только цветы Другая вам крылья обрежет И вы не будете рядом с ней Никаким профессором А станете несчастным Завитым дедом Не женитесь Не женитесь Нет достойной А я буду готовить хорошую пищу под бургер А мы будем приезжать Вот с девочками к вам съедать Да, приезжайте с девочками Я вас такой накормлю косерной пищей А вы лучше к нам приезжайте В судочках к нам все приносите Не нужны вам женщины Не надо Когда была Светлана Владимирова Принесли торт И вы жрали это ловилками Что ложек нету И это вилками я ела Это только на экране А когда была реклама Это все рукой прямо Лариса А кто за ним будет ухаживать? Медсестра Он по куколке будет продавать И медсестра будет за денежки За ним ухаживать А медсестра, извините Не такая уж и душевная Знаешь, не тот укольчик сделает И все А я кукла, медсестра А между прочим У него было три жены Ни с одной из них не стал жить Одна погибла Вторая спилась А третья просто перестала пахнуть Чем? Ароматом женщины А чем стала пахнуть? Прям боюсь спросить Ну вы знаете Всякий такой дешевый запах Как в фильме Ландыш серебристый Когда цикала говорит Слушай, от кого так воняет? Перестань выбросить эти духи позорные Я думаю, кстати, фетиш мой Запах ландыша А чего, денег не было, что ли Там на хороший парфюм-то? Она просто забыла, что вода делает чудеса Бессовестный у нее язык без костей Ну интересно слушать Федор, вам 65 лет Дети есть? Да А внуки? Да Ну, а что хотите от новой жены? Тоже внуков Так они уже все вам перепортят Я же вас подозревала Нет, подожди, секундочку Я вас правильно услышала? То есть вы еще как мужчина Ого-го Особенно по утрам По утрам Старость от любви не спасает Но любовь спасает от старости Федор, скажите, пожалуйста Я знаю, что вы оплакиваете свою первую любовь Первую жену Почему? Почему, родная? Была лучше всех? Да Она была первая Влюбляться можно Когда тебе 17 Думать, что ты проживешь всю жизнь А когда ты ее ищешь Ищешь Ой, не говори Да Извините Я вообще на эту тему не могу разговаривать до сих пор И слезы даже, господи Это же здорово, когда светлая память о человеке Давайте тогда про стоматолога Про врача Ну что за вывернула Я сказала, буду твоей музыкой, Петрарка А потом как хлестит Помордать он цветами За что? Да за то, что хотела деньги получить с меня Без наркоза удаляла А подпиши, что Французская успокоительная давала Федор, давайте мы тут это Все-таки внесем некую ясность Давай И уже начнем знакомиться Значит, я видела по поводу того, что мебель у вас хорошая Антиквариат Вот подарки вы, видать, любите дарить Но вы говорите Помимо того, что вам одиноко И поговорить не с кем У вас куска хлеба иногда нет Да У меня же диабет 17 лет Ну в смысле Я правильно вас поняла, что вам просто хлеб нельзя Или у вас денег нет Ну хоть предупредили По поводу бедности В Испании бегу Мама говорит, сбегай за хлебом А я только с пляжа Надела мамин халат Взяла Лёльки на колготки Чтобы волосы мокрые в лицо не лезли Я их так перекрутила Надела на голову Завернула и бегу Просто думала, что никто не знает Испания же И вдруг две такие идут под ручки Говорит, смотри, Гузеева Все богатых изображает Так что это по поводу бедности Молодец Молодец Федочка, давайте лучше про женщин Давайте Люблю хороших Чтобы было что подержаться Чтобы я сразу улыбнулась И сказала Голова не болит Пойдем Помылись Разделились Поспали Проснулись Чай попили Кофем закусили Колбаской Шамон Шамон На работу разошлись Вечером А какая у вас работа Ну здрасте Я вахтером Работаю на Зеленом Базаре Кем? Вахтером А что это такое? Ай да ладно А многие мужики Просто тупо сидят на диване Перед телевизором АПЛОДИСМЕНТЫ Роза Конечно Запросы у него интересные С юмором будет на ты Да Как ты И которая И поддержит Беседу И все ваши интересы Слушайте Ленина Такие хорошие волосы Как у Крупской Да что вы Я не замечала схожесть Ну когда Крупская Ухаживала за Лениным У нее были такие волосы Она вся седая была А я бы уже И начала бы знакомиться Федор Встречайте невесту АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте Загадочный мужчина Мне очень нравится Ваша улыбка Ваши добрые глаза И я надеюсь Что доброму человеку В этой жизни Должно очень повезти Я рада знакомству с вами Ой здрасте Как вас зовут Меня звать Татьяна Пойдем Таня АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна 59 лет В прошлом мастер спорта По спортивной гимнастике Сейчас преподает танцы В сельской школе Мечтает побывать За границей И посмотреть мир Признается Что питает слабость К цветам Предупреждает Что умеет Распознавать плохих людей Татьяна философски Отнеслась к тому Что у ее мужа Появилась любовница Но полностью Уступить супруга Соперница не смогла Надеется Что Федор Сможет понять ее АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте Рада Васильевич Здравствуйте Работал Рада Васильевна АПЛОДИСМЕНТЫ Страшно Своего возраста Скажите АПЛОДИСМЕНТЫ Это наверное Сумочка Сумочка Красивая Мужчина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все решат задачи Чтобы вы влюбились Солнышком сияли И чтобы вы своей улыбкой Радовали Хоть как слон Но топчет на сцене АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое Проходите в свою комнату Супер АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У вас было абсолютно искреннее восхищение Татьяны. Абсолютно искренне. Прелестная женщина, правда? Ну, какой-то, конечно, есть, что? Ну, пожалуйста, 59 лет, но она уже сформировавшаяся давно. А что беспокоит-то? Ой, ну ладно, Роза, это лично. Нет, точно она за вами ухаживает. Она собирает все, что связано с красотой, на что позволяет средство. И вы любите красивое, вы тоже собираете. Поэтому это уже вот такая у вас... Ну, привет, две одинаковости разойдутся. Нет, это неправда. Ой, ну ладно, Роза, я потом вам скажу. Мне кажется, что... Ну, я решу, решу, я согласен. Да, они противоположности притягиваются, особенно в возрасте люди, которые похожи. Татьяна это яркий представитель знака Близнецы. Целый стелиум находится из планеты в этом знаке. Это Венера, Солнце, Меркурий. Это говорит о том, что она человек легкий. Она действительно как птичка. Для нее очень важно общение. Для нее очень важны общие интересы. Она очень романтичная. Она действительно очень оптимистична. У нее водный Марса в знаке рака. Это говорит о том, что мужчина должен быть мягкий, заботливый, спокойный, нежный, ласковый. Он даже, может быть, не столь яркий и говорливый, как она, который ее будет выслушивать, но который будет с ней разделять все интересы. Да, вот она как будто посмотрела, заглянула, и все, вот все, что у меня вот здесь, вот все. У вас есть три бонуса. «Свидание наедине», «Семейная тайна» и «Скелет в шкафу». Что вы выбираете? «Семейная тайна». Пожалуйста. Танечка, пройдите и расскажите, что у вас там за «Семейная тайна». У меня бабушка, наполовину цыганка-молдаванка, была потомственная целительница. Она когда-то мне говорила, что 15 июня я возьму свою внучку, мы пойдем раненько утром, когда она говорила, «Добрые духи бегают по траве и по цветам». Нужно руками провести по траве и по цветам, босоминожками пройтись по траве, умыться росой, вот руки, попросить у солнышка радости, в душу, здоровья в тело, и сказать, что я буду людям делать только добрые дела, я буду улыбаться. И вот с этих цветов, которые собираются с росой, плетется венок, я одеваю его на себя, потом снимаю «Целую» и одеваю на внучку. Она, вижу, она прямо им с радостью, с такой искренностью говорит. Открытая. Спасибо, проходите. Вот когда женщина рассказывает, вот я венок надела, и все это было с росой, и прелесть, и мир у мир, и солнце, полюби меня, ветер, вот абсолютно неведомый мне психотип женский, я его не понимаю, ни одной секунды я не такая. Вот я удивляюсь и даже завидую, вот что есть такие простодушные, добродушные, как Татьяна. Удивительные. Оптимистичные. Удивительные. Меня проняло. Оптимисты живут дольше. Удивительная какая-то. Вы знаете, мне кажется, вот таких женщин, вот таких женщин не касается никакая грязь. Вот они проходят по жизни, и все как-то их покасательнее. У вас есть еще одна женщина, с которой вы можете пройти, познакомиться. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дело к вечеру, а солнышко сияет горячо Посидим, упрясла бабы, потолкуем, кто прочё Меня зовут Ирина Ой, а чё это такое-то? Это дрожавчики для красоты Проходите Ирина, 54 года По образованию их теолог, рыбовод Работает главным специалистом управления ЖКХ Гордится титулом лучшей женщины Подмосковья Мечтает уехать на Волгу и открыть бизнес Признаётся, что рано встаёт и не любит сидеть дома Один возлюбленный Ирина нуждался в особом уходе А второй в материальной поддержке Надеется, что Фёдор сможет позаботиться о ней Ой, боже мой, это что за продуктовая корзинка? Это подарки Это подарки в корзине жениху Я живу в Подмосковье У меня свой дом Мы всё выращиваем сами Едем натуральные продукты Как раз вам, кстати Давайте корзиночку Да, пикву люблю Кабачки, баклажаны АПЛОДИСМЕНТЫ Вот Роза, что делает программа, давай пожениться Кушайте на здоровье И тут скринок, Лариса Да А как всё упаковано Повезло Фёдору Сегодня у него будет вкусный ужин Завтра будет вкусный обед И так целая неделя А это можно подарки сразу вам Мои дети занимаются русским творчеством И мастера с Нижнего Новгорода А сколько детка? Детка? Уже взрослые 30 Сыну 30 Невестке 28 Ну то есть один А внук 7 лет Да, да Внук у меня есть, да 4 годика Вот И такие прекрасные вещи делают мастера нашей прекрасной России Поэтому, когда кто-то говорит, хочет куда-то уехать Ну, я, например, никуда не хочу Ни в Барселону, никуда Да и не приезжай, я буду приезжать Я очень люблю Россию И тех людей, которые делают эти вещи А за какие заслуги дают титул лучшая женщина? Я вам можно подарю? Ну, как человек года Кому какая нравится Ой, какая прелесть Да, в 2003 году Борис, бери маленькую Я не самая лучшая женщина в Подмосковье Нашим губернатором Московской области был Борис Селыч Гуромов Герой Советского Союза И он издал книгу Он издал книгу «Лучшие женщины в Подмосковье» Вот такая книга «Имя твое. Женщина в Подмосковье» В этой книге 60 имен женщин Самых прекрасных, я считаю Я когда эту прочла книгу Замечательные женщины Такие труженицы А вы какая там? Я вот здесь заложила Вот здесь По счету не считала какая Я тебе об этом расскажу Пока спрашиваю Как? Он заинтересованно услышал Про чужие заслуги Ириночка Да? Вы в 48 лет познакомились с мужчиной? Да, я развелась с мужем когда И почему-то все мои друзья Хотели быстро меня замуж опять отдать Вот, ну и все старались приводить мне женихов Меня знакомят Он прекрасный человек Профессор Профессор, да Юриспруденция О! О! Замечательный человек Творческий Он когда пришел со мной знакомиться Он принес свои книги, издания Он мне показывал Он гордился этим Но он еще принес вам папочку Да, Лариса Со своими анализами С результатами Да Какой хороший бы жених А правильно Ужас какой Это правильно Когда люди здоровые Я требовала от вас того же Но не надо было от меня сразу требовать анализы Почему? Надо хотя бы, наверное, было познакомиться Кто чего там имеет возможности Кто хочет, не хочет Вот Я ему объяснила Билирубин, холестерин и сахар в крови Моего возлюбленного точно На стадии влюбленности Меньше всего интересует А потом, когда влюбишься У него, извините, там зашкаливает Нет, потому что Когда влюбляешься Думаешь, что у него Все это гадость Все он здоровый Нет Меня бы это точно отвернуло от мужчины Вот меня отвернуло Я его не обидела Хотела бы я такую подругу А не соперницу Ну как соперница, она, конечно, очень сильная Я потом ему ответила на сайте Что вы очень прекрасный человек Это когда был-то? Это было уже 8 лет назад Да, любой ее скорбить не было Ну вы ему сказали, что у вас все хорошо Что у вас прекрасно Вам незачем Да Но у него еще было одно требование Что он вот когда работает За ним нужно ухаживать Ему нужно подавать и так далее А вы сказали Последние женские годы Не для этого цвету, да? Ну не так сказала, конечно Но мне хочется еще самой пожить Мне хочется, чтобы человек Я тоже творческая личность Я тоже когда-то пишу Но чтобы быть сиделкой Я не готова Да, потом он потребует горшок Чтобы вы ему не подавали Чтобы он не отвлекался А зачем ему женщина тогда, Лариса Нужна вот интересная? Для этого и нужна Чтобы за ним ухаживать Да, для этого Кашку варить, за йогуртиком свежим бегать Тогда не мечтайте о мужчине, дорогие мои А вы что думаете? К вам молодые придут, вас будут развлекать Нет, совершенно нет Про творчество рассказывать А что за альфонс, вы говорите, попался еще Да, а потом У меня незадолго должен был быть юбилей И меня знакомят тоже с прекрасным мужчином Зовут его Владимир Владимир, привет Месяца два мы с ним повстречались Он работал инженером И у нас был общий интерес И он, и я строили дом Он свой, я свой Ну как-то я ездила к нему, помогала Он приезжал ко мне Как-то мы так немножко сошлись И у меня случается юбилей У меня много гостей И приезжает он на мой юбилей И я почувствовала такой запах Не очень приятный А, к сожалению, я запахи очень чувствую Ты пьяный? Нет, нет, от него пахло Иногда лучше думаешь, чтобы лучше в айву алкоголем пахло Чем мы, извини А чем? А я ему там Блэм А, то есть у него Ааа И я, я ему говорю А у тебя переодеться-то есть что? Он говорит, да нет Я так пойду Но я знаю, что у меня гости Очень солидные люди были. Поэтому я говорю, поехали, тут магазинчик недалеко. Он говорит, а я денег с собой не взяла. Я говорю, ну ничего страшного, у меня есть деньги. Мы поехали. Я ему купила костюм, рубашку, галстук. Я его одела, чтобы мне самой было приятно. Конечно, со мной тоже хотелось, чтобы хороший мужчина рядом сидел. Чтобы мои друзья... Денег не отдал. Ну, закончился юбилей. Он хотел свою переодеваться, хотел костюм брать. Я говорю, а что ты его берешь? Пусть он тут у меня висит, куда-то в театр пойдем. Пусть он у меня так и будет. А зачем? Вам что, жалко, что ли, было? Нет, не жалко, совершенно не жалко. Ты так просто как-то сказала, чтобы в следующий раз не покупать. Он вам ответил, наверное, я бы ответила бы. Нет, нет, он не ответил ничего. Мы с ним еще немножко повстречались. И получилось так, что он приехал очередной раз и говорит, ты знаешь, у меня там рабочие уезжают, мне надо с ними расплатиться, а у меня зарплата через неделю. Я говорю, какие проблемы? Я все равно коплю по чуть-чуть. Я тебе дам, а потом ты мне вернешь. Расписку взяли? Ничего я не брала. Когда женщине нравится мужчина... Это вам за костюм? Может быть. А в чем расплачиваешься за свои дела? Скажите, много задолжал? 45 тысяч он попросил. Это для тебя, а для людей... Не для меня, а для меня были большие деньги. Это вам в отмеску, чтобы не унижали мужчину. Ирочка, скажите... Я его не унизила. И он исчез. Прошел месяц, прошел два, он меня не возвращает. Вот я ему говорю, ты мне вернешь долг? Вот он говорит, ну вот еще, еще подожди. А у вас были близкие отношения? Ну было, немножко было, да. Я к нему поехала. Я говорю, ты мне собираешься, мне нужно сейчас свои проблемы решать. А он говорит, как? Тебе деньги отдать? Я их заработал. Я говорю, как заработал? А я выполнял представительские функции. Я говорю, где представительские функции? Говорит, у тебя на дне рождения. Он эти деньги заработал, оказывается. А как вы это называете? Я ему простила. Да, я ему простила. Роза, ты хочешь сказать? Да. Что Ирина так обидела мужчину, что он счел. Ее наказал. Да, она его обидела, Лариса. Действительно. Если вы встречаете... Обидела, купила костюм. Ага. А вы могли бы его... Его сделала нормально, чтобы он не выглепает. Он мог сказать, ты знаешь, Ирусь, я лучше тушек приму, почищу или как-то быстренько съезжу. Может быть, это была проверка, для чего он был нужен вам. Ты слишком сложна. Взрослый? Нет. Я просто с мужчинами общаюсь, работаю, они у меня женихи, и они такие истории рассказывают. И потом вы, женщина, удивляетесь, почему у вас нет мужчины. Вот только поэтому. Вы его унизили тем, что он... Купили ему действительно представительский костюм. Более того, ладно бы подарили бы, он тогда вам ничего бы не сказал. Вы его оставили висеть, знаете, это вы хотели... На следующий раз, чтобы одел. Вы из него сделали сопровождение. А он не сильно сопротивлялся. А он не сопротивлялся вообще. Вообще не сопротивлялся. И потом еще попросил деньги у невесты. Но это наказание. И потом нельзя, все материальное переводить. Ирочка, послушайте, иногда встречаются на нашем пути люди для того, чтобы мы делали какие-то выводы. Нехороший этот мужчина, не надо было ей с ним знакомиться. Вот сейчас сидит перед вами Федор. Хорошая разница в возрасте у вас. Вы себя видите в паре? Интересный человек. Я послушала, как он общается. Меня тронули ваши слезы, когда вы говорили о своей жене. Мне кажется, что вы говорите от души. И что вам нет рядом человека, с которым можно просто вечером попить чай. Мне кажется так, поговорить. А вы хотите с ним чай пить? Я хочу человека, чтобы мы сошлись с ним вместе, чтобы были на одном волне. Вы с ним конкретно, вот с моим женихом. Пока не знаю. Как вы не знаете? Пока не знаю. Мы друг друга видим первый раз. Ну вот вы... И он не знает, и я не знаю. Почему? Пообщаться можно. А я бы на сюрприз посмотрела. С удовольствием. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736 «Роза и Лидия». Дадут вам совет в любое время. А пока реклама. В темно-синим лесу. Не работа. В темно-синим лесу, где трепещут осины, Где с дубов колдуном облетает листва. На поляне траву зайцы полночь косили И при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы волка и совы. Делает у нас самый жуткий час. Мы волшебную косим дрым-дровом. А дубы и колдуны Что-то шепчут в тумане У поганых болот чьи-то тени встают Косят зайцы траву. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне И от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас самый жуткий час. Мы волшебную косим дрым-дровом. Спасибо, девочки. Проходите в свою комнату. Спасибо вам огромное. Федор, почему вдруг какая-то обида? Не пошли потанцевать с Ириной? Да потому что я устал, Лариса. Да? Я устал от человеческого предательства. Чего они меня меряют со своим прожитым? Они меня в упор никто не видит. И не хотят видеть. Вам так показалось? Да что там кажется? Я что, дурак, что ли? Первый раз замужем. И с гостинцами пришла. Да ну и что? Я таких гостинцев могу вам навернуть в вагонную маленькую тележку. Думайте, вот прям вот так вот показалось. Ну когда, если человек немой, если я его не чувствую, что ж я буду изображать и под зайцев плясать? Ира, ну он тебя, потому что Роза спросила тебя, Ира, конкретно, он расстроился. Ну ладно, это его проблемы. Ну какие, Ира? Да. Ну в общем, да, если оно чувствуется, конечно, что не ваше. Нет, и главное это, и то, и костюм купила, и он отработал. Да. А я что, не отработал? Ну правда ведь унизительно, Федор. Конечно унизительно. Ну вот я говорю, за что купил, за то и продаю. Правда, женщины странно, особенно в возрасте. Послушайте, вот вы мужчин начинаете воспринять как мышей. Сначала их заводите, потом травить начинаете. Ну не надо, ну не надо. Мне это нравится. Пришел к женщине, к ухоженной, в грязном костюме, вонючий. А у них была договоренность куда-то пойти в приличное место. Она бегом его одевает, наряжает. У них все хорошо. А потом видит, что он уже лыжит, она вострел к себе домой, костюмчик прихватывает. Она хотела брать того, чтобы еще раз с ним увидеться. Говорит, нет, ты парень, иди, а костюмчик не хай висит до следующего раза. Лариса, если ты уже говоришь о том, вот, ну, твоими словами, да, то есть, значит, пришел, как, ну, как не пойми кто. Это уже унизительно. Зачем ты с ним вообще встречаешься? А он мог сказать на себя, посмотри в зеркало? Мог. Он не сказал. Он побежал в магазин. Нет, она могла бы. Взял этот костюмчик на шарах. Либо прогнулся. Ага, да, да, да. А потом еще и денег у нее нет. Лариса, а что у нас получилось? Она осталась с костюмом и без мужика. И так будет постоянно. Ой, Лидочка. Классно. Если человек непорядочный, то там дело и не в костюме, и не в мужике. Это просто человек такой. Если он у нее занял денег и не отдает, ну, о чем можно говорить? Вот в том-то и дело. Она очень сильный телец. Солнце, Венера, Меркурий в этом знаке. Таких вообще женщин называют. У них дом полная чаша. Она живет для того, чтобы... И Луна еще в Ольве говорит о том, что она любит все красивое, статусное. Конечно, она любит, чтобы был ухоженный, красивый мужчина рядом с ней. Ну, ты говорила красиво. Чтобы дом был красивый, чтобы скатерть была красивая на столе и явство все. Чтобы ее подружки позавидовали, сказали, как ты хорошо живешь, как ты красиво одета, какое на тебе красивое платье. Для нее это все очень важно. У нас осталось два бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу. А вот, Фигушка, не хочу никакого бонуса. Жертвую. Эка вас все не рассердили-то. Я думаю, что он меня не выберет, но если выберет, я с ним с удовольствием пообщаюсь. Встречайте, невеста. Здравствуйте, меня зовут Алла. Алла, 52 года. Помощник в арт-студии. Пишет песни и любит вести литературные дискуссии. Гордится тем, что встречалась с НЛО. Мечтает о том, чтобы ученые решили теорему Пуанкаре. Признается, что подбирает бездомных животных. Возлюбленный Аллы был философом. И вместо того, чтобы заботиться о материальных благах, больше говорил о высоких материях. Надеется, что Федор – земной мужчина. Ну, правда, вы ярчайшая птица. Какая интересная. Скажите, а у вас был муж-философ? Тяжело с философом? Мы в этом с ним совпали. Он был моим гуру еще в моей молодости. Все, все бы мечтали, чтобы он обратил внимание. Но дело в том, что это не так было просто. Он выбрал именно меня. Ну, наверное, мы сошли с ним по духу. Только по духу? Ведь только по духу сошлись? А в остальном всем ведь были проблемы? Романтика была у нас совместная. Это называется у философов, у йогов романтика слон-драйва. Ну, то есть все это было, кроме секса? Ну, секс – это другие параметры, это земные параметры. У философов с этим проблемы. Они так и разговорного жанра в основном товарищи. Там ощущения в другие стороны разбегаются, когда медитируешь. Мне некогда медитировать. Я работаю, работаю. Ну, то есть можно было без вот этого земного всего обойтись? Ну, ради меня. Он попробовал разные способы релаксации. Получилось? Получилось. И как? Я осталась довольна, конечно, но все-таки там объемнее. Когда медитируешь, о-о-о, это романтика слон-драйва. А почему нельзя и то, и другое? Он как бы помедитировал перед этим, а потом… А потом слон-драйва. Ну, это уже называется у нас расщелина для сна. Ну, это расщелина. Когда ты стышь, ничего не делается вокруг, к лучшему не меняется. Еще раз, ладно. А когда ты медитируешь, все к лучшему меняется. То есть, ну, хорошо, она вот такая вот праздничная отдача с криком «Ура!». Сто лет с детьми. Брызги в потолок. Ну, это что же, ну, неплохо, ребят. Ну, как бы это не мешает одно другому. Ну, потом дети родятся. Или это все низко? Ну, да, да. Ну, себе подобных, конечно, надо, надо воспроизводить. А родили? Ну, с ним пытались. А от кого родили? Я родила от земного человека. Понятно. А потом вы встретили ничего себе обычного мужчину, который работал на фабрике по производству сгущенного молока. Это был мой муж. Мы с ним прожили вместе пять лет. Ну, дело в том, что... Родили ребеночка от него. Да, и нас развела моя мама. А у нее была бурная фантазия. Однажды он не приехал с колхоза домой. И мама решила меня в охапку и туда. Там же он оказался в окружении прекрасных нимф, незамужних, которым не надо было куда-то возвращаться домой, их никто не ждал. Но его-то ждали дома, и он не вернулся. Значит, плохо ждали, если не вернулся. Вот если бы дома ждали, с любовью мужчина возвращается. Скажите мне, пожалуйста, вот он, как настоящий советский мужчина, подтыривал на работе сгущеночку. И подтыривал бы себе. Все так жили. А вы пошли на него, раз, и настучали. Это почему? Павлика Морозова в школе начитались? Ну, я... Зачем? Мои масштабы, мои масштабы, они не такие, ну, не трехмерные. И если уже это делается, то делается хотя бы, ну, во имя близких. Во имя, там, ну, спасения кого-то. Не, я понимала, что он бы там вагонами, цистернами бы тырел. А он на баночку принесет вам на радость, чтобы вы ребеночка-то кормили, чтобы молочко было... Ну, если бы он так меня не обидел, конечно, я этого не сделала. А обидел изменой своей. А обидел тем, что он только подразнивал меня этой сгущенкой. Как? Но я ее не пробовала. Ей лизнуть только можно было кормить, чтобы не было аллергии. Ну что, вкусно? Вот то, аж закрутил и побежал. Ой, какой гад. Ужадова какая. Вот смотрите, вы выглядите изумительно. Вы абсолютная красавица, сложены, модная, веселая. Замуж зачем вам? Гост 52 года. Они, на кой мужчина? Я уже привыкла к своему, к запахам, к привычкам, к его крику бесконечному. Что думаю, а та с папой едет, через 15 минут будет у нас все дома перестраивать, переделать. Он приезжает, мы как будто бы вот такие были в течение дня. Лариса очень правильные вещи говорит, реальные. На самом деле, в возрасте очень это сложно. Вам зачем? Это ж такое напряжение. Вот после 50, тебе зачем замуж? Не надо, не надо. А мне надо оберегать. Мне нужен какой-то защитник, чтобы я могла бы не переживать о чем-то насущном, о земном. Пасочка, вы с кем здесь живете? С подругами. Кто у вас близкий? У вас губы похожи на губы Лидочки Смирновой, Царство Небесной актрисы. Она как большая кукла. Наверное, ему подойдет в его коллекцию. Вы себя видите рядом с конкретным женихом? Ну, если бы он во мне увидел кумира, то и я бы его поняла. А зачем кумира? Жить в семье с кумиром тяжело. Хочется простоты наоборот? Или вам не хочется? Мне надо наоборот праздника. А у вас, я так поняла, все-таки какая-то квартира есть, потому что вы собираете бездомных животных. Сколько у вас этих бездомных животных и где они у вас все обитают в квадратных метрах? У меня два кота, большие, у дочери у моей, кошка, которые периодически приводят от моих же женихов наших общих котят. А куда приводят? Потом мы их раздаем, конечно, в хорошие люди. А приводят куда? В квартиру? В квартиру. А у вас квартира однокомнатная? Ой, ну, в принципе... Максар. Ну, вы такая занозливая собеседница вьетчивая. Ну, у меня несколько квартир. А ухаживать будете за нашим Федором? Вот заболеет, в конце концов, вот там мукольчик сделает. Ой, да сдохну, скорее проблем не будет. Я ухаживаю зимой за бездомными кошечками. А за мужчиной, ну, как бы он сам же в силах за собой поуховает. Да, я носки стираю, трусы стираю. Главное, чтобы вы признали, что я немножко выше вас рангу. Ой, выше выше. И будет хорошо. Все нормально в семье. Все бабы, они все королевищные. А я бы на сюрприз посмотрела. Конечно. Мысли, пройдя туннель тишины, мы стремились по курсу дождя. Полный ритмический абсурд, асколок мысли о плаще. Преплетение всеобъемлющего дня. Ты уехал в плащ, остался, кем себя считаешь? Кто же будет моим дождем? И на красного цвета, капкал, мушкетерски, дождик без шляпы и боль. Все дело в шляпе, капканы все на лове. В шляпы на звездых крышах нам больше ни ногой. Тело в шляпе накаченный паук. И майка делу тут и не поможет друг. Спасибо, Аллочка, спасибо, аккуратненько спускайтесь и проходите. Нет, нет, вот сюда. Спасибо, дорогая. Я чуть не упала здесь. Ничего, а я сто раз чуть не упала. Проходите, мы живые же люди, у нас живые. У меня готовы. Пожалуйста, проходите. Спасибо вам большое. Выбери меня. Выбери меня, выбери меня. Федор, мне кажется, вы вот о такой невесте мечтали. Веселуха, красотка. Ты знаешь, она не дуйная корова. Я так потрясен ее потенциальными возможностями. Ну, такая, как вот с обложки. Роза, как тебе невеста? По красной невесте. Ну, я не могу ее даже назвать таким святым словом невеста. То есть тут маразм уже крепчал просто. Ну, вы же допускаете, люди, что есть разные женщины, разные мужчины. Я классического воспитания, то есть представление у меня о достойной женщине в возрасте, она моя ровесница, но какое-то другое. А ты как отплясывала? Роза 15 лет была из мужа. Тебе можно? А ты что выделывала там на этой же сцене? Ну, и у Аллы единственная... Лариса... Сегодня была единственная возможность показать себя на Первом канале. Она подготовилась и показала... А когда ты меня в таком виде видела? А в каком? Она что, пьяная пришла? Не, ну ты же... А это ее представление о красоте. Она впервые перед камерой... Так я же не против. Она такой астрал предиславствует. Хоть в трусах приходит. Нет, что? Я говорю, что в моем представлении, но это как-то вообще не сочетается никак. То есть я классика жанра. Женщина должна в возрасте выглядеть достойно, как я. Я считаю, что есть и женщины такие, как Алла. Она не оскорбила, не убила. Вот она такая. И кто-то полюбит ее такой. Очень своеобразная женщина. Алла прилетела к нам в созвездие Ориона. Вообще, вот так вот выражают себя люди с ярким выраженным ураном. Вот я несколько раз говорила об этом. Она яркий представитель знака Водолея. Это Солнце, это Венера, это Юпитер, это Сатурн находится в этом знаке. Она настолько экстравагантна, оригинальна. И нам непонятно, что вот, да, вот такой человек. Ну, как бы не с этой планеты, скажем так. Вот как Жанна Агузарова, например. У нас осталось два бонуса. Свидание наедине и скелет в шкафу. Вот свидание наедине, что пощупать. Пожалуйста. Проходите. Проходите. Ну, тогда мне реанимация нужна. Я же оттуда не выйду живым. Вы отказываетесь? Оказываю. Хорошо. Федор, поскольку вы пришли без сватов, мы будем сегодня вашими главными советчиками. Ну, хотя бы одна женщина произвела на вас впечатление? Ну, произвела. Татьяна, мне кажется. Если он зайдет, я не откажусь. Роза. Я всегда говорю, жена, ну, а если повезет, это все-таки тоже повезет дело рук мужчины, он тоже в этом отношении должен прикладывать усилия. Хорошая жена – это, скажем так, бесплатный и пожизненный абонемент на трехразовое питание. А у вас и диабет. А у меня пятиразовое. И так далее. И там подобное. Знаете, не всегда. Поэтому я считаю, что среди женщин Танечка не худшая, веселая, хорошо готовит. Не всегда вы тоже, знаете, сможете приготовить. Вот сидите, у вас там, чтобы поднялось, как говорится. А вот она бы напомнила. А я бы пошла к Алле, вот если посудить по мне, да, для меня Татьяна понятная женщина, Ирина понятная, а вот с Аллой я бы еще пообщалась. Вот мне бы ее захотелось расспросить о ее детстве, о юности. Мне было бы о чем с ней поговорить. Вот мне интересно, откуда она такая. Вот я бы, например, пошла. Никто вас завтра под ружьем не ведет к венцу, понимаете? Но я бы Аллу зацепила бы, пообщалась бы с ней. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Если говорить астрологически, но если не видеть людей, а просто карты, то по совместимости больше всего вам подходит Алла. Я прониклась его логикой. Он как и я. Ваше дело, слушайте свое сердце, в любом случае мы вас поддерживаем. Первая невеста, вторая, третья и комната, где вас никто не ждет. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Меня зовут Глеб, мне 28 лет. Я окончил два института и работаю директором по маркетингу в социальных медиа. Я люблю путешествовать по экзотическим местам. Занимаюсь экстремальным спортом. И очень люблю готовить. Мое любимое блюдо – борщ. Мечтаю встретить девушку, которая захочет провести со мной идеальную жизнь, которая будет умной, красивой и увлеченной. Единственное, я должен его предупредить, что у меня есть собака, и я люблю жить по плану. Мы не знаем, выйдет Федор один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. Ну, дорогой мужчина, наконец-то! Спокойно, я измельчальный, у меня совершенно мало сил. Будем общаться. У нас есть пара Алла и Федор. Если вы одиноки и вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи! Прелесть! Прелесть! Ура! Это благодаря астрологу и Ларисе сказала. Есть с тобой, о чем поговорить, ничего. А я сразу знала. Я смотрела твою видимую грубость. Ой, да ладно, да? Вы пришли в это реальти-шоу, потому что вас могли посадить. Вам нужна была эта популярность, потому что не хотите работать, ничего не хотите делать. И с Бородиной у вас типа это вышло. Сейчас вам она уже не нужна, потому что вы сами по себе можете. Что вы ее ободрали, что вы были альфонсом, что жили на ее деньги, что она на вас тратилась. Вот такие ходят слухи. Вот скажите, что из этого неправда. Ааааааа! Субтитры подогнал «Симон»!